Сегодня мы поговорим с вами в двух словах о 31 и 32 страницах трактата Баумицыя. У меня нет здесь особых каких-то хидушин, поэтому я только в двух словах расскажу. На 31 странице в том числе обсуждается, когда не раз в Торе используется такой двойной язык. В данном случае, когда возвращают пропажу, человек говорится «Хашефта шивем» — «Верни, верни». Такой двойной язык, но это, как говорит Талмуд позже, вообще-то такие выражения считаются лошонгной адам, что это нормально для святого языка использовать подобные выражения. Но когда возможно, они пытаются найти в этом какую-то дополнительную информацию. Как правило, когда двойной язык используется, это что-то добавляет, например, что нужно возвращать даже много раз, если требуется, если убежало животное снова и снова. Но потом Талмуд не остается с этим ответом, и, казалось бы, если написано дважды, то, может быть, только дважды я обязан возвращать. Поэтому заключает Талмуд, что само слово «верни» имеется в виду, даже если это сто раз нужно делать. А «ташивем», соответственно, двойной язык, добавляет определенную еще информацию, в каких случаях нужно и как возвращать. И также они учат по отношению к отпусканию птицы, которая пройдет над птицами даже много раз, если она каждый раз возвращается, снова ее отогнать и так далее, и так далее. Очень много разных законов, где написан двойной язык, но в результате Талмуд заключает здесь тоже, что есть случаи, когда мы говорим «дибра Тора килошонбне адам», что Тора просто использует язык человеческий, и, во всяком случае, такой язык был. Тогда святой язык, древний иврит, включал такие выражения, и это нормально. В конце концов, на каком еще языке Всевышний будет с нами общаться? Только на человеческом языке. И на самом деле некоторые решения в гораздо более общем смысле приняли эту диктуму, это утверждение, хазаль, что Тора говорит человеческим языком. Поэтому они часто те вещи, которые, казалось бы, Тора использует, выражения, которые научно не совсем правильные, но так люди и рассуждают, и так люди и используют. Ведь мы тоже, когда говорим на разных языках, мы не используем конкретные научные знания. Вот, например, заход Солнца. После Коперника не изменили выражение, хотя стали верить, что Земля крутится Солнце на одном месте сравнительно, да, и тем не менее называется это все равно заходом Солнца, как будто Солнце заходит с нашей точки зрения. И таких примеров множество. Правда, с точки зрения общей теории относительности, действительно не так важно, куда поставить точку отсчета. И не то, что оказался прав ни Коперник, ни гелиоцентрично, ни система, в которой Земля посередине, и та и другая система одинаково имеет право на существование, и, в общем-то, одинаково неправы в каком-то смысле, да, с точки зрения теории относительности, действительно, нет никакой разницы, куда ставить точку отсчета. Но сейчас это не так важно. Важно то, что даже если было бы вообще неправильное выражение заход Солнца, то все равно оно бы осталось, это выражение. С нашей точки зрения Солнце заходит и двигается вокруг нас. Люди, конечно, будут все рассчитывать со своей точки зрения, только когда там космические корабли рассчитывают, и то далекие, если они летают вокруг Земли, то тоже лучше точку расчета ставить на Землю. Только если там какие-то космические полеты, допустим, на другие планеты рассчитываются, там уже выгоднее поставить центр не около Земли. Не на Земле. Но, по крайней мере, выражения языка остаются. И также и на иврите фактически есть множество выражений, которые могут быть, например, «думающее сердце». Сегодня подавляющее большинство ученых не согласятся, что сердце как-то думает. Хотя и тут есть какие-то исследования околонаучные, кажется, не совсем... Ну, мейнстрим уж точно наука в это не верит, что у сердца тоже есть что-то связанное с мини-мозгом, если можно так выразиться. Основное место мысли — это мозг. Но когда-то были диспуты на этот счет и у еврейских мудрецов в свое время, и у ученых мира, да, Аристотель, например, один из величайших мудрецов древности, считал, что человек думает сердцем о мамаш физически. Но в любом случае, правильно или неправильно по-научному, это, в общем-то, не так и важно. Важно то, что часто выражения остались такие же, да, следует зову сердца, да, и множество и множество других выражений. И такое впечатление, что сердце что-то для нас решает. Даже если человек будет на 100% уверен, что сердце — это просто мотор, и сердце ничего абсолютно не решает в человеческой жизни, решает все мозг, и при всем при этом он все равно выражение будет использовать те же самые, к которым мы уже привыкли. Поэтому общий подход Дебра, Тора, Килышонбн и Адам — это очень важный подход, что не только когда двойное выражение, можно сказать, что так просто выражается на древнем иврите, но и многие выражения, которые не выглядят научно правильными, они, тем не менее, раз люди так выражаются, то так и выражаются и пророки. Ведь цель пророка была не в том, чтобы научить людей самой современной медицине или физике, а чтобы их сделать духовно лучше. И для этого не так важно было обучать их теории относительности, например, или квантовой теории, или еще чему-то. К этому люди придут, в конце концов, сами, и это никак не связано с учениями Торы. Как сказал один известный раввин, главный раввин Англии в свое время, Тора — это не книга науки. Она не занимается, это совсем в другой плоскости, так сказать. Есть наука, есть Тора, и иногда есть какие-то пересечения, но в основном Тора не пытается объяснить древним евреям, которые вышли из Египта. Когда, скажем, когда описано творение мира, то описано определенным образом для их понимания. Тора говорит языком человека. Это основное, что я хотел сказать про 31-ю страницу. На 32-й странице есть Мишна, в которой очень много разных концепций, я пытаюсь некоторые из них суммировать. Во-первых, разумеется, никакая запусть, как мы уже говорили, не ломается, чтобы вернуть пропажу. Поэтому Коэн не может возвращать пропажу из, например, кладбища. Если он видит, что валяется чья-то вещь на кладбище, он не скверняет себя, Коэну нельзя заходить на кладбище. Также, наоборот, отец не может человеку запретить своему сыну возвращать пропажу. Видимо, имеется в виду, что если отец недоволен чем-то и не хочет, чтобы его сын возвращал пропажу, пока по той или иной причине он ему запрещает, то сын не слушается в этом отца. Здесь Митсва и Сторой возвращает пропажу, а отец не может остановить сына и запретить ему сделать Митсву и Сторой. Теперь, заодно здесь упоминается в Мишне еще одна Митсва. Мы до сих пор говорили про возвращение пропажи. Следующая Митсва, она похожая, но не то же самое. Это связано с Митсвой, когда у человека упало животное, помочь ему поднять снова это животное. А именно, это заключалось в двух этапах. Нужно было сначала разгрузить животное, которое было перегружено, чтобы снять с него то, из-за чего оно упало. Потом животное поднимется и потом снова нагрузить, снова повесить на него те мешки, если животное может с ними идти как-то. Раз оно упало, ему теперь так прямо с мешками не подняться. Но если поднимется, его нагрузят, оно снова может идти. Так вот, эти две Митсвы, прика и таина называется, да, снять и потом снова загрузить. Здесь несколько вещей учит Мишна в отношении к этой Митсве. Во-первых, опять же, нужно помогать в столько раз, сколько требуется. Так же, как мы говорили про пропажу. Так же и здесь, если даже несколько раз он только загрузил это животное, пошли дальше, оно опять упало. Опять должен помочь другому еврею загрузить свое животное. А насчет помощи нееврея, это будет отдельно обсуждаться, потому что есть еще такая концепция цаар-балыхаим. Что животное мучается, когда оно лежит и не может встать. Так вот, вопрос в том, что если, казалось бы, цар-балыхаим, здесь одна из причин этой заповеди, и это заповедь истории, по многим мнениям. Когда оно все равно принадлежит нееврею, все равно нужно помочь. Еще один закон, который здесь учится, что если хозяин не хочет ничего делать, говорит, у тебя Митсва помочь, вот ты нагружай, ты разгружай. То тогда он не обязан помогать. Хозяин должен с ним работать. Но если хозяин очень старый, например, не может действительно, и поэтому не участвует, тогда ты обязан свое дело сделать. Если хозяин болеет, например, заболел вдруг. А последнее здесь обсуждается, нужно ли за бесплатно помогать и загрузить снова. В этом есть диспут. Как и Мора объяснит, что по одному мнению здесь и разгрузить животное, и потом снова его повесить на него, снова поклажу, когда оно поднимется. И то другое делается бесплатно. А по другому мнению, за второе можно просить деньги. Если хозяин хочет снова нагрузить животное, пусть теперь платит тебе за работу. И на этом я на сегодня закончу. И урок, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.